И вот мне сейчас вспоминается, что очень много вопросов было насчет гимна олиниального Лихени, и в честь него, именно в оригинале, впервые звучит гимн Олимпия. Не думаю, что надобно переводить текст этого музыкального произведения. Просто послушайте и понаблюдайте за главным героем действия, непревзойденным Лихени. Это его сегодня славит гимн мистер Олимпия. Славит и повторяет уже для нас. Посмотри на себя и поверь, что ты всего можешь достичь. Ты можешь сделать себя таким, каким захочешь. Только обязательно поверь в себя. И на что еще обратил внимание? Все, что выходит в свет под маркой Вейбер, будь то ученики Джо, его журналы, тренажеры, спортивная форма, продукты питания или сами соревнования, это постоянно самое лучшее. И поверьте, артисты, которые помогают в проведении Олимпии, тоже лучшие из лучших. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у Лихени берет интервью тоже мистер Олимпия Крис Диккерсон. Олимпия Кристос Международной федерации бодибилдинга Бена Вейдера был Ларри Скотт. Жизнь Ларри и ныне связана с бодибилдингом. Он тренер, причем думающий тренер, и принес в атлетизм немало оригинальных методик. А вот и Сержио Алиева. Трижды мистер Олимпия. Пожалуй, он был первым, кто в великолепной мышечной массе добавил и неплохой рельеф. Но в ту пору судьи, впрочем, как и сегодня, наивысшие оценки давали за объемы. Поэтому восхождение на Олимп статуя подобного Арнольда Шварценеггера было, как бы, предначертано свыше. Ведь когда он только приехал в Штаты, никому неизвестным культуристам, объем бицепса у него был 55 сантиметров, а груди аж 140. И если бы не Лихенни, то Арнольду и по сей день принадлежал бы рекорд. Выигрыш с семи Олимпий. Причем двух последних с разницей в пять лет. Но вот это уникальное достижение он по праву делится своим другом, Франко Коломбо, ставшим мистером Олимпия в 76 и 81 годах. Кстати, Джо Вейдер считает Коломбо самым физически сильным среди культуристов своей школы. Фрэнк Зейн. Именно с него началась эра фантастического рельефа, когда каждый мускул его ладного тела будто оживал, подказалась просвечивающейся кожей. Зейн очень долго находился среди лучших, ведь он соперничал еще с Оливой. И как отмечают все, кто видел Фрэнка Зейна на подиуме, он не забывал. Потом погоду вновь царствовали Шварценеггер и Коломбо. И вновь лучшие оценки судьи начали давать за массу. Во всяком случае, Крис Диккерсон в год своего наивысшего триумфа был на самом деле не подражаем. К слову, на следующий год клятву больше никогда и никому не проигрывать дал ли Фрэнк. Его очень и очень расстроило поражение от Самира Бено. Что там говорить? Самир в тот год выглядел блестяще. Что, впрочем, огорчение Фрэнк ничуть не уменьшило. Но сказано, сделано. И затем на долгих восемь лет воцарилась на Олимпии правление. Да, теперь уже легендарного Лихэня. Это абсолютный рекорд. Победить на восьми Олимпии и тем более подряд. Кто может нынче претендовать на побитие этого рекорда? Дориан Яц. Дориан Яц. Вот он, Дориан Яц. Но после ухода Хэнни Яц лишь трижды зашел на верхнюю ступень пьедестала. Осталось еще пять, а это очень трудно. Хотя после последней победы он заявил почти ко Хэнни. Теперь я никому и никогда не проиграю. Что ж, как говорится, поживем, увидим. Очень необычная обстановка для соревнований по бодибилдингу. И последний аккорд этих соревнований. Акцентированное шоу. Лихэня и его соперники. Так кто же были его соперниками? Майк Рестиан. Ли Лабрадо. Винс Тейлор. Рич Каспарин. И Мома Беназиза. Итак, начало шоу. Свободное позирование. И вся необычность этого момента заключалась в том, что впервые на конкурсах мистер Олимпия организаторы направили еще один подиум прямо в зрительный зал. Как говорится, поближе к массе. И надо сказать, что масса оценила это очень и очень доброжелательно. И вот сейчас вы увидите, как Хенни подойдет Майк Рестиан и вызовет его на дуэль. Прямо здесь, с зрителями, на этом втором позиуме. Но давай-ка поднимемся наверх, говорит чемпион. Кстати говоря, именно Майк Рестиан, как считали многие, был основным соперником Хенни на этой Олимпии. И вот оба, они как бы демонстрируют судям свою готовность. Готовность, чтобы взойти на высшую ступень пьедестала. А рядом и все остальные. Но посмотрите, насколько они проигруют именно в той самой мышечной, мускульной массе, которая особенно нынче цена у судей. А вот и трагедия этой Олимпии. Но, конечно, никто не мог предположить, что Майк Рестиан станет последним из этой первой шестерки. Все думали, что шестое место займет Мома Беназиза. Но, увы, и Майк Рестиан шестой, Мома Беназиза пятый. Вторая трагедия, может быть, чуть-чуть поменьше. Но знаменитый Рич Каспари, опытнейший турнирный боец, остается на четвертом месте. А это значит, что практически новичок соревнований Олимпии Винстейлор поднимается на третью ступень пьедестала почета. Вот он еще шутит, что, мол, неплохо было бы зайти и на первую. Но для него, чей стаж в профессиональном звездном бодибилдинге был очень и очень мал, и нынешнее третье место, на самом деле, выдающийся результат. А вот сейчас и зрители, и участники замерли в ожидании. А диктор еще и еще добавил напряжение, ибо назвал всего лишь имя того, кто занял второе место. Ли. Но ведь они оба Ли. Итак, Ли Лабрадо второй. А это значит, что свою шестую Олимпию подряд выигрывает Ли Хенни. И до рекорда Шварценеггера, до семи побед, ему еще остается одно выступление, всего одно. И мы знаем, что он добьется этого и еще сделает шаг вперед. Ибо на его счету, на его победном счету, будет восемь золотых статуэток Сандова. Я думаю, что каждый из вас сумеет ответить на вопрос, легко ли далась именно эта победа Ли Хенни. Впрочем, как и любая другая, ведь мы показывали вам немало соревнований, именно соревнований с конкурса «Мистер Олимпия» с его участием. Но я так лично уверен, что легких побед у Хенни не было. Ведь даже когда рядом с ним были сверхмощные соперники, он все равно прежде всего боролся сам с собой, являя миру то мышечное великолепие, за которым стоял год напряженного. Да что там напряженного? По-настоящему каторжного труда. Вот и все, о чем мы сегодня хотели рассказать и по традиции наша клубовская. Присоединяйтесь, всегда думайте на темы, что вы делаете, и постоянно помните, что каждому человеку ровно столько лет, насколько он выглядит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова